Добрый день! У нас сегодня 30 марта. Вчера закончился последний день, когда вы могли написать свое эссе по поводу того, почему сегодня самый счастливый день, самый лучший день. И с самого первого дня, когда я читала с огромным удовольствием ваши эссеи, некоторые были очень коротенькие, некоторые были большими, некоторые среднего размера, но очень емкие, я столкнулась с достаточно серьезным вопросом, как же мне выбрать победителя, потому что все такие разные. И кого предпочесть папу, который говорит, что его ребенок сегодня первый раз произнес слово «папа», и поэтому он буквально на небесах от счастья, или тем, кто написал, что сегодня не гремят взрывы за окном, и это уже счастье, или тем, кто открыл себе новые качества. То есть сделать выбор достаточно сложно. И я буквально в первый или во второй день приняла решение, по которому я такой отбор проведу. Я решила, что я просто пронумерую ваши эссеи, причем не по порядку, а так, как мне на душу ляжет, и все эти номерочки сброшу в баночку, и вытащу тот номерок, который будет победителем. И вот буквально за два дня до окончания нашего срока пришло письмо, которое вне конкуренции, которое очень сильно выделилось из всего, потому что это не просто эссе, это стихи в прозе. Хотя многие из вас написали стихи, кто-то сам сочинял, кто-то подобрал под нашу тему очень соответствующие стихи, и стихами меня купить очень легко. И мне очень хотелось отдать вот кому-то предпочтение из тех стихотворных, но я решила, что я буду по-другому. И только вот это письмо изменило все мои планы, и я решила, что победитель будет избран именно мною самой, согласно моему восприятию, потому что я не могу не наградить эту девочку. Сложилось так, что девочку эту вы все знаете. И немножечко в самом начале меня это тоже слегка смущало, потому что я думаю, выбирая, вот пока я не приняла то решение, что я буду вытаскивать из банки, я думала, потому что кто-то для меня просто фамилия, а кто-то уже стал таким родным, и к нему питаешь больше таких теплых чувств, чем просто к имени. И я вспомнила себя еще совсем молодую, когда для меня был важен вопрос, может педагог иметь своих любимчиков или не может. Задавать мне этот вопрос было легко, потому что отец мой педагог, и сестры парочка моих по отцу педагоги, и свекровь моя, педагог и я выслужила все мнения и пришла к выводу, что да, педагог может иметь любимчиков, но он не может иметь нелюбимого ребенка в классе. Вот нелюбимых у меня нет, потому что вот такие подобрались замечательные подписчики, с которыми мне приятно общаться. И сегодня девочка получает приз, который вы знаете, потому что я брала у нее интервью, ее зовут Мария Алексеева, вы ее хорошо знаете, она вам рассказывала о том, как можно путешествовать достаточно экономично, если вы воспользуете Коуч Трэвел и Носамсин. Я дам ссылочку здесь на ее видео тоже. Причем, когда мы с ней разговаривали, я записывала с ней интервью, она не произвела на меня впечатление поэтического такого вот человечка, натуры поэтичной. Она больше произвела на меня впечатление, как прагматичная женщина, которая знает, что ей надо в этой жизни, она нашла какие-то пути, она с вами с удовольствием делится, и мне было очень приятно открыть ее еще и вот с этой стороны, потому что там, говоря о практической стороне жизни, она вот не проявилась как такая личность, и мне было приятно ее открыть по-новому, и я с удовольствием с вами тоже делюсь. Итак, Мария пишет, сегодня самый лучший день. Делает ли эта фраза все предыдущие дни менее лучшими, а значит и менее счастливыми? Нет, потому что счастье не имеет градации больше, меньше, сильнее, слабее. Если ты в какой-то момент счастлив, ты счастлив максимально полно. И вот эта самая полнота счастья влияет уже на полноту жизни и наоборот. Позволив себе быть счастливыми каждый день и каждый час, мы наполняем хрупкий, но прекрасный сосуд нашей жизни теми живительными соками, которые впоследствии смогут напитать нас в наши не самые счастливые дни. Ведь, признаемся, не всегда мы безудержно направляемся к счастью, не всегда даже можем разглядеть заросшую тропинку собственной судьбы. Надо иногда позволить себе также почувствовать всю красоту нашей уникальной личной грусти, которая, как и радость, у нас у всех своя. Но именно в такие часы, когда больше тени, чем солнце, больше соли, чем меда, мы достаем наш хрустальный сосуд с живительными соками счастливых воспоминаний и прекрасных пленительных надежд. И делая небольшой глоток, уже больше не чувствуем этот леденящий холод внутри нас. Напиток счастья согревает, немного дурманит, помогает. И если сегодня у вас самый лучший день, то вы и в этот раз наполнили ваш хрустальный сосуд тем нектаром, который придется испить тогда, когда снова станет холодно «И тени будет больше, чем солнце, а соли больше, чем меда». Очаровательно, очаровательно. Вот подкупила, вот подкупила. И я на нем поставила номер один к тому, что буду рассматривать одно из первых среди тех, которые получили, ну, может быть, в первой двадцатке номера мои, остальные ниже пошли. И я пересмотрела еще несколько тех, которые были с первыми номерами, тоже укоснулись моей души. Я все-таки отдаю предпочтение Марии. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Для меня это поэзия. Поэзия в прозе очень глубокая. Я рада, что такие вот подписчики есть на моем канале, удивительные личности, которые так замечательно могут выразить свои мысли. Я у вас очень многому учусь. Я, когда приду сегодня домой со школы в Питере, а Машенька живет в Питере, будет уже полночь. И я не знаю, смогу ли я сегодня с ней обговорить, какой она подарок хочет, чтобы завтра послать. Поэтому посылать, наверное, буду в среду. Я хочу, чтобы она... Я могла ей вчера позвонить. Но я хочу, чтобы она узнала про это тоже из видео и со мной связалась. Машенька, у вас есть мой скайп, вы мне постучите, и мы обговорим, когда вам удобно. А я хочу питерцам, которые сомневаются. Вот хотели бы попробовать продукцию Юсаны, но сомневаются, что одну баночку брать и за посылку так дорого платить. Вы можете сделать заказы сегодня или завтра, что мне тоже коробочку пришлите, пошли, пожалуйста. И я ее пошлю, потому что у меня есть одна девочка в Питере, которая заказала витаминки, но она хотела с кем-то поделить расходы по пересылке. И мы с ней поделим эти расходы, потому что я хочу, чтобы Машенька не просто по почте получила подарок, а чтобы ей вручили его. И, может быть, даже сделали нам фотографии вручения этого подарка, чтобы он так был немножечко, как маленький праздник, если у нас так получится, конечно. Вот такие приятные моменты в моей жизни случаются благодаря каналу, благодаря вам, благодаря вашему таланту и желанию поделиться и своими историями, и своими свершениями, и своими вот такими выражениями себя. Я очень рада, что у меня есть канал Ютьюба. Я очень рада, что мой победитель выбрался душой в этот раз, а не просто как фортуна легла. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день, и у меня сегодня больше солнца и больше меда. Всего доброго. Пока-пока.